итак о чем сегодня наша передача о чем наша беседа беседа очень простая беседа о том что такое дружба дорогие друзья меня на эту беседу натолкнул один индивидуум один который стремится быть человеком у него очень сложно получается потому что есть масса причин которые ему мешают но тем не менее мало-помалу он продвигается к пониманию простых вещей в чем же простая вещь друг дорогие друзья это не тот с кем вы бухаете вместе водку это не тот с кем вы жарите шашлык это не тот с кем вы обсуждаете чья жопа симпатичнее вашей соседки или вашей жены это не тот кому вы жалуетесь на свою хорошую и жизнь или плохую жизнь ну точнее жалуются обычно на плохую жизнь а на хорошую жизнь обычно хвалятся это не то дорогие друзья настоящий друг это тот кто никогда ни при каких условиях не будет вам лгать он скажет вам правду вы можете ему не поверить вы можете считать его своим врагом вы можете делать что угодно но смысл заключается в том что настоящий друг никогда не будет вам лгать он вам скажет всю правду о том кто вы есть хотите вы можете это слышать не хотите идите в жопу значит не время значит не время понимать что происходит в вашей жизни что происходит в вашем сознании настоящий друг подскажет вам какие социальные импринты вас поглотили что с вами происходит почему вы заблудились собственном сознании почему вы действуете только от своего ума почему вы не готовы чувствовать своим сердцем когда вам говорят что вы сражаетесь с ветряными мельницами вы продолжаете бояться вы продолжаете бояться ветряных мельниц в простых вещах не скрыто ничего беспокоящийся ум ищет опасности в тех местах где этих опасностей никогда не было простой вопрос и простой ответ опасности нет ничто не будет использовано против вас но вы настолько боитесь что такое страх страх блокирует абсолютно все ваши возможности и в конечном итоге настоящий друг укажет вам на простые вещи которые вам необходимо посмотреть внутри себя и преодолеть свои собственные страхи преодолеть то что идет с вами с глубокого детства преодолеть то что вы маскируете скрываете от других вот что такое настоящая дружба они бухать вместе и не смотреть на жопы проходящих девиц вот что такое дружба если вы не понимаете что такое дружба значит не время вам понять значит время хлебнуть ложкой страданий по полной программе а если родители мне не друзья понимаете в чем дело виктория дорогая мы очень часто думаем по поводу того что кто то нам не друг мы не понимаем простых вещей что мы есть единое целое вечное и бесконечное мы вышли из одного источника все сделано из бога все состоит из бога здесь нет ничего что богом не является мы дышим богом срём богом кушаем бога все это сделано из творца и больше нет ничего кроме этого мы иллюзия сон бога если нет если не наступило время к пониманию этого значит не наступил значит наступит у каждого индивидуума однозначно наступит к этому время дорогие друзья нет никаких расшифровок татуировок есть понимание очень простые нет символов которые принадлежат какой-то организации некоторые говорят вы масон говносон засон пидоросон еще какой-то сон я никакой не сон понимаете нет никакой не сон ни разу почему объясню потому что никакие символы не принадлежат никаким организациям какие-то нахрен организации взяли какие-то символы и говорят что это их символы вы вот это видели а теперь включите свой мозг все очень просто вы берете и используете то что вам принадлежит по праву рождения в этом мире и никакие масоны говносоны засоны пидоросоны и так далее здесь никакой значимости не имеют если вы этого не понимаете ну значит не время один кинул второй уволил третий подсидел вот какие у меня друзья дорогой друг искать нужно внутри себя они снаружи поймите причина всего происходящего с вами заключается внутри вашего сознания по той простой причине что весь мир и вся вселенная находится внутри вас снаружи нет ничего ровным счетом ничего нет снаружи все внутри вашего сознания весь мир просто вы еще это не поняли можно ли город расшифровку ваших тату дорогой друг если вы хотите что-то расшифровать то расшифровка та которая будет для меня не может совпадать с той расшифровкой которые есть для вас это бессмысленно поэтому просто принимайте мир таким какой он есть и все единственное что было уже сказано и что еще раз повторил никакие символы не принадлежат никаким организациям тот кто ассимилирует или связывает себя с какой-то организации является рабом вот это нужно запомнить каждому поэтому если вы наносите на себя какой-то символ и связываете этот символ с какой-либо организации вы раб это надо запомнить если вы понимаете смысл символа изначальный смысл символа он не может быть связан ни с какой организации потому что есть 9 простых чисел 9 простых чисел являются основой конов вселенной конов мироздания каждый символ олицетворяет определенное сочетание простых чисел это все что я могу сказать владимир спрашивает по вашим предположением когда начнется подъем воды это не может знать никто это не может знать ни один гадатель предсказатель или еще кто-либо по той простой причине что это скрыто от всех этот параметр не является четко определенным мирозданием он является плавающим параметром и зависит от совокупности мыслей всех участвующих в процессе доброго ребенок кашляет два месяца из-за соплей что делать спасибо ребенка 4 года записаться на консультацию дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание сейчас очевидно заражают очень многих коклюша это очень распространенный компонент передолетов которые распыляют вот эти замечательные порошочки сверху разбрасывают говнезинчик владимир у всех вокруг плохое самочувствие каждый день якобы никаких магнитных бурь не надо себе придумывать того что касается вот этих замечательных вышек сотовой связи да вот на это стоит обратить внимание и постараться изолировать свою квартиру сделать из этого клетку фарадея если вы знаете что это такое также обратить внимание на химические поражения химические отравления которые очевидным образом имеют место быть и следите пожалуйста за новостями которые выходят на канале телеграмм гримуар магии жизни там в ближайшее время появится комплекс глубокой детоксикации который содержит все необходимое для того чтобы избавиться то есть очистить свой организм свои ткани ткани своего тела от той дряни который тщательнейшим образом и достаточно давно травят двуногая население нашей так сказать в кавычках планеты владимир смерть насрального это старт истории метод шоу программа ну что же вы в самом деле вы думаете что кто-то умер что-ли 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 это все такая шоу программа занятная все по телеку показывает давай поженимся давай поругаемся давай умрем давай там еще что-нибудь сделаем какая разница посмотрите что где когда это интереснее будет основная тема нашей сегодняшней беседы что такое дружба вы знаете еще к этому необходимо сказать следующее среднестатистически социально ориентированные индивидуум социально импринтированный то есть запрограммированные социальными нормами и правилами индивидуум считает что друга можно считать того кто лежит вам жопу можно даже лизнуть жопу ему в ответ периодически но это никоим образом не улучшить самого индивидуума поэтому единственное что можно и нужно сделать сказать правду причем ту которая вашему другу офигеть как не понравится но только это единственный способ при помощи которого вы можете сделать его и себя лучше потому что пока вы думаете о том как бы не сказать что-то неприятное вашему другу ваш друг костенеет в своем идиотизме понимаете нет поэтому говорите всегда правду нравится ему не нравится говорит слушай тебе вот враги будут говорить сладкие вещи если вы хотите кого-то уничтожить каждый день его хвалите и он сдохнет поймите простую вещь он заблудится настолько что будет считать себя пупом земли самым лучшим в этом мире при этом оставаясь конченым идиотом вот что значит уничтожить просто каждый день хвалите и все но я не советую никому этого делать потому что у нас нет врагов в этом мире у нас есть друзья если вы хотите сделать что-то полезное для этого мира если вы пришли в эту жизнь для того чтобы сделать что-то полезное говорите правду тем кто не готов слышать эту правду если они не хотят и посылают вашу бы хорошо я пойду пойду погуляю посижу в жопе немножко но для меня это не жопа но ты можешь считать как тебе заблагорассуется что думаете про запуск коллайдера 8 апреля да пошли бы не все в жопу вместе с этим коллайдером владимир здравствуйте как думаете если взаимосвязь коллайдера и у коллизации да есть безусловно потому что то что управляет коллайдером управляет и и вот этим процессом который вы написали обидится же людочка если вы хотите кого-то уничтожить хвалите и говорите приятные слова каждый день это знаете как убаюкивающая мелодия которая будет усыплять идиота погрявшего в своем идиотизме если вы хотите сделать что-то полезное человеку давайте ему под жопу для того чтобы начнулся от социального морока только в этом случае вы можете сделать что-то полезное если дед покойный приснился и сказал что в двадцать шестом году будет атомный взрыв будет три раза это сон но атомные взрывы безусловно будут просто это не очень эффективно на текущий момент времени мои подружка одеяло и подушка самые верные никогда не подвели и думали друзья как мракобесие чего там пропали куда-то началось пути разошлись сами пенза горит с вами понимаю по 3 теперь за пятки вот так же и друзья некоторые которые которых вы раньше считали друзьями они просто вас друзьями не считают они вас или эксплуатирует или пытаются на вас подзаработать у меня тоже такие два друга интересные есть подзаработать хотели даже не на мне вот на вас в том числе говорит ну как говорит мы сейчас говорит тут немножко говорит уши засрем говорит владимиру расскажем говорит байки всякие разные горит а сами говорит купим и продадим потом и навариваемся говорит вот видели вот это вот диана горит охотница владимир я у вас прошел по поводу одной болезни но вы не ведаете как ее лечить если к вам записаться на прием вы запрос центр будете делать да я могу сделать запрос центр безусловно то что вы называете центром пространства вариантов владимир что глобалист планирует на следующий затмение да какая разница что планирует вы живите здесь и сейчас настоящий момент времени делайте то что от вас зависит улыбайтесь будьте счастливыми дело в том что у нас у всех есть время отпущенное на существование в этих телах потратьте его со смыслом сделайте что-то полезное не только для себя но и для этого мира тоже вселенная существует не ради себя когда мы синхронизируем ся со вселенной мы счастливы и неважно когда мы умрем завтра сейчас в это мгновение я готов умереть в любое мгновение и советую это каждому потому что никто не знает когда этот час x случится хочу беспокоиться то по этому поводу владимир что такое рот на тонком уровне информационная база данных если мы все являемся осознанными ничто в чем смысл молитвы за него вы задаете очень интересный вопрос смысл заключается в том что вы находясь в физическом теле имеете возможность глаголить сотрясать всю вселенную звуком своего слова сначала было слово а те кто находится в тонком мире у них нет физических тел они не могут глаголить поэтому у вас есть преимущество понимаете о чем я лучше говорит быть одному чем месяц им попало а мы и так все одни просто некоторые кучкуется и думают о том что так легче а потом выясняется что вовсе не так если сходятся ваши пути вы всегда приумножитесь в достижении своих целей как быть если не дружишь с родителями а какая разница родители и соседи вы что на основе родственных связей устанавливаете степень приоритета так это ошибка изначальная здравствуйте ребенку девять месяцев обнаружены бактерии в моче плохо спит ночью неприятный запах мочи можно ли лечить бисептолом в каком возрасте до бисептол можно использовать в некоторых случаях но лучше записаться на консультацию записаться можно через юлию плюс 7 499 638 3184 консультации есть платные есть безоплатные по субботам они проходят нужно ждать а из тех которые платные и заочные которые по анкете которые нужно заполнить также есть и аудио есть даже видео для тех кто хочет поговорить персонально по видеосвязи до три года говорил правду в ответ лишь срань ты лжешь и исковеркновом версиям но изложенная зрячий да узрит слушающий да услышит дорогой осветы идущий верно аквариус поэтому не мучайте свой язык можно говорить но лучше молчать и если идиоты вас не слышат пускай с ними разбирается великие архитекторы вселенной дружба это просто слова и очередной шаблон ума есть конечно совпадающей энергии но зачем если мы тут одни умирать будем одни все верно но есть просто концепция а концепция заключается вот в чем сегодня мы как раз говорим о том что такое дружба дружба это отсутствие зла в отношении индивидуума дружба это присутствие правды даже если это правда вам не нравится он или она индивидуум может не считать вас друга но главное как вы к нему относитесь а не то что он о вас думает не надо размышлять на предмет того что о вас думают вообще не надо принимать в расчет какое-либо мнение просто берите и делайте то что вы можете сделать полезного для этого мира а самое полезное для этого мира это правда даже та правда которая очень неудобно многим если говоришь правду останешься в одиночестве это естественно дружба наверное способность пожертвовать собой бескорыстно разве то что вы говорите правда не является жертвенником подумайте об этом хорошенько потому что вы приносите в жертву свое спокойствие вы приносите в жертву сладкие слова которые вам скажут потому что когда вы говорите другому правду когда вы говорите своему другу правду как минимум вас не понимают и считают врагом да вот сейчас конкретно такое происходит дружба это открытость во всем абсолютная открытость и объяснение в обязательном порядке потому что большинство идиотов просто не понимают что такое дружба я не вижу потребности в друзьях но слава богу потребность она не нужна они просто или есть или нет что значит есть или нет если вы смотрите вокруг себя и понимаете что вы к этому человеку относитесь дружественно то есть не желаете ему зла а значит вы относитесь к нему дружественно понимаете и если вы ему говорите правду то конечно ему это может очень сильно не понравится владимир скажите пожалуйста можно ли херпи гель намазать на прыщик да можно откуда вещаешь гуру бодрый жук я не гуру где вы гуру то нашли мой другой друг я сам не знаю кто я понимаете нет я знаю что я ничего не знаю какой я нахрен гуру ищите гуру где-нибудь в другом месте здесь гуру нету одни дураки и вот самый главный дурак сидит здесь понимаете а вы гуру говорит тут ищите согласно полностью люди хотят лезть слышать ну а как да идиоты хотят слышать только сладкие звуки му в их адрес а правда неудобно конечно то что никто не хочет меняться потому что большинство рабов хотят оставаться в своем рабском состоянии гордо называя себя просветленными гордо называя себя разумными когда они ни разу не являются ни разумными не как бы просветленными хотя просветленность это оскомину на зубах набила уже нужно говорить правду только правду ничего кроме правды или молчать вот и все относился дружественно к человеку он назвал меня с циклом да и пускай назвал а вы чё приняли на себя что ли а вот этого пускай он называет как угодно вот мне абсолютно без разницы как меня называют если какой-то индивидуум обвиняет вас в чем-то вы поймите он обвиняет себя он обвиняет не вас он видит в вас себя и пытается оправдаться посредством вас это же основы психологии потому что я не поддерживаю боль не собираюсь никуда идти так что тут удивляться то убивать себе подобных это критическая степень абсолютного идиотизма владимир что лучше вжикнуться от модной боль и отправиться во вложенную реальность или добровольно уйти из жизни ни то ни другое ни третье лучше понять смысл происходящих событий и не выбирать из предложенного понимаете о чем я владимир доброго времени суток ученые говорят если смешать кровь например русского и филиппинки то это приведет к вырождению здрасте наоборот это приведет не к вырождению это приведет к еще большему апгрейду все дело в отношении если отношения изжили себя то пора расходя что значит изжили значит их изначально и не было а раз они изжили значит у вас нету общей направленности в действии значит у вас нет общих целей, значит у вас нет общих интересов, значит изначально ваши отношения были построены на каком-то пуке. Один бзнул своей гордыней, другая бзнула своими интересами, сиська жопами и все, и сошлись по контракту. Так что тут дальше ловить-то? Почему к апгрейду, Владимир? По одной простой причине. Потому что либо деградация, либо апгрейд. Еще дружбе мешает гордыне. Она не просто мешает. Дорогие друзья, она не просто мешает гордыне. Гордыня убивает. Вас убивает. И делает вас неспособным вообще понимать, что такое дружба. Вот далеко ходить не надо. У нас тут один гордец сегодня полвечера мне писал по этому поводу. Так до конца и не понял. Он все время смотрит вот эти видео. Так что, мой дорогой друг, подумайте над всем, что сказано. Но ваша гордыня вскипает просто бурлящим говнищем внутри вашего сознания. И пока вы от этого не избавитесь, будет несчастным. Можно вас спросить, как пережить смерть родителей, если у меня никого нет. Вы пришли в этот мир в одиночестве и уйдете в этот мир в одиночестве. Да, мама собрала вас внутри своей утробы. Вы тоже, возможно, приняли участие в сборке кого-то. Если вы мужчина, одним способом, если женщина, собрали внутри себя. Но это не более, чем просто собрать новый индивидуум. Нового биоробота вы собрали. А то, что интегрировано в биоробота, или то, что называют душой, или точнее, если правильно сказать, индивидуальность, они равны. Ваша индивидуальность и прочая индивидуальность и ваших детей, и ваших родителей все равны. Поэтому мы приходим в этот мир в одиночестве и уходим из этого мира в одиночестве. Да, у нас есть род. Да, у нас есть еще много чего. Но поймите смыслы и все встанет на свои места. Павел Русгорец. Ищу, говорит, хороших людей. А что? Зачем их искать-то? Они везде. Просто многие из них забыли об этом. Владимир, благодарность вам за то, что нашла друга на ваших стримах, найдя. Надя, друг, живем в одном городе. Ты, слава богу, вот ради этого стоит жить, ради этого стоит действовать. Я точно из-за этого расстался с другом, с которым дружил 20 лет, и он стал начальником моим и стал гордым. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Знаете, как у Кастанеды интересно сказано? У него сказано так. Рабское сознание, оно такое. Оно снимает шляпу перед тем, кто выше его, и метет дорожку, метет пол перед ногами того, кто выше. Но рабское сознание при этом требует, чтобы те, кто ниже его снимали шляпу, имели у его ног. Вот на этом и основан весь говнезин этого мира. Поймите простую вещь. Все очень-очень просто. А социальные системы способствуют этому. Кидай гранату дальше, ходи с троем, какай в детском саду по расписанию, спи по расписанию, жри по расписанию, и все делай по расписанию. Первомай и всякое такое. Патриот ли ты? Ну, что тут дальше говорить? Все ясно. Что думаете о СССРщиках? Понимаете, в чем дело? СССРщики это как наркоманы. Они ищут где-то упоение и спокойствие в том, что было когда-то давно. Они при этом сами, идиоты, не присутствовали. И понять, понятия не имеют о том, что тогда происходило. Но им в мозги насрали идеи о том, что было хорошо. Потому что они живут в сравнительных формах, недовольны собой и окружающим миром. Вот и все, что можно сказать и об СССРщиках, и о еще ком-то. Кто свое внимание направляет в прошлое и сравняет с потенциальным будущим. А еще некоторые, говорят, проявляют гордыю, говорят, что они осознанные, а ты недостаточно осознанный. Да, согласен. Это критическая степень гордыни. Особенно монахи, которые идут в монахи, вот эти вот, которые, говорят, дай говна, дай ложку, говорят, пойду-ка в монахи, все поклоняться мне будут. Вот шельники, говорят, у Дену, говорит, сейчас Ариасу на себя, и вот эти все сукины дети, которые в меня уплевались, будут приходить ко мне на поклон. Понимаете смысл? Вот так. Так что вот эти вот от просветленности, гордыня, от просветленности, это критическая степень идиотизма, критическая. Это называется, знаете, как у профессора Преображенского вы дебил от природы. Дорогие друзья, вроде поговорили, основная тема такая, что такое дружба, вроде обсудили, вроде все понятно. сегодня второй раз вышел в эфир, уже интересная передача получилась, пойду потихонечку фандикраб делать, пойду посплю немножко, потому что завтра нужно выдвигаться в новую локацию, в которой совершенно потрясающие виды, найдены очень высокое место, от 600 до 700 метров, в такой локации, которая исключительно интересна, и здесь мы будем тоже рассматривать строительство целого комплекса. Дорогие друзья, всех вас целую, всех вас обнимаю, некоторые ведут себя как дети. До новых встреч, дорогие друзья, пока! Здравия тела и ясности ума, аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.